И теперь, господицы и господицы, 3-5 минуты раунда в АЦБ, Мидллэйт-дивизионной АЦБ. Четыре боя провел в раунках Лиги Ахмат. Да. Увар Янковский, естественно, уже скоро 11-0 у него рекорд, и одного раза он там не проиграл. Да, причем я помню два из них поединка, который он выиграл над игром Пасновым. Это было в январе 2016 года, и над Владимиром Ивашкиным в декабре 2015. Над Владимиром Ивашкиным там была победа фактическим нокаутом, и травма была заполучена как раз с Владимиром Ивашкиным, это произошло в первом раунде. Ну и раз приемом, классическим удушающим захватом был повержен тогда Игорь Паснов на грозной битве под номером 14. Лукаш Пазарский очень опытный и постоянный рефери в Лиге АСБ обслуживает этот поединок. Ну вот смотрите, по антропометрии мы видим, что на 2 сантиметра номинально преимущество у Умара Янковского, но визуально повыше смотрится бразилец, причем на добрых 5 сантиметров минимум. Такое вот расхождение визуального и документального характера. Ну посмотрим, как это отразится на поединке и получит ли преимущество от этого бразильский боец. Напоминаю, что 5-3 таков у него рекорд, в то время как у Умара Янковского 11-0. Но мы уже видели сегодня, как боец, одержавший 6 побед без единого поражения, проиграл в первом раунде удушающим приемом спортсмену с рекордом 5 боев, 5 поражений. Да, Илмар Янковский начал атаку в левшее, работает как раз в правосторонней стойке и причем очень уверенно пошел вперед. И так, знаете, подготовлено, зная свое дело, чуть так с зацепом спокойно осуществил тейкдаун, но в последующем не стал проникать как раз в работу в партере, а вот позволил даже и бразильцу подняться на ноги и сейчас клинч у сетки. И в атаку еще в форме как раз пребывает Умара Янковский. Да, вот мы слышим как раз призывы его угловых, чтобы он побил коленом. Да, но это значительно лучше, чем стоять и просто бездействовать. Обездвижить ноги, это уже во многом полдела сделать. Вот такие удары, режущие прямо в мышцы бедра, но они, во-первых, болезненные, во-вторых, очень серьезно осложняют передвижение для бойца. А, нет, потенциали даже вот в тайском боксе они сверхтравмоопасны. Я помню, даже из колена как раз возвращает. Трижды подряд четыре. И, кстати, смотрите, секундирует Умару Янковскому Александр Сарнавский. Известный российский боец, выступавший в прошлом и в Беллаторе, и в ACB, кстати, дерется Александр. Ну, здесь прямая связь, я как раз сказал о том, что этот бойец представляет клуб Storm Fight Team. И это, конечно же, команда Александра Шторма Шлеменко, нашего прославленного, великолепного бойца смешанного стиля из города Омска. Соответственно, Умар часто проводит сборы именно там. Ну, и к этому поединку, я так понимаю, он готовился именно на базе Омской школы Александра Шторма. Грязный удар нанес бразилец ниже пояса. Тут вообще без вопросов. Получил Умар время на восстановление. И, судя всему, скоро бой будет продолжен. Да, Умар там упустил такой эпизод. Хороший захват осуществил Рафаэль. И начал отрабатывать коленями корпус Умара Янковского. И, по-моему, пять ударов таких жестких нанес подряд. И несколько из них пришлись в цель по Тулу еще. Да, но что-то никак не удается привести себя в порядок у Умару Янковскому. Видимо, зацепил-то очень прилично бразилец. Получает он сейчас и внушение от рефери Лукаса Посадского. А вот тоже хорошие знакомые. Я сейчас увидел их на картинке. Они проживают, по-моему, в городе Киле. Парни-уроженцы Ченской республики. Киле в Гамбурге. Сейчас вот оба они сражались за возможность ввести на удар коленом. Но при этом, конечно, здесь бразилец чуть завис в собственной атаке коленом. И пропустил классный амплитудный зацепом бросок от Умара Янковского. Но видно, что с борьбой все в порядке у Рафаэля. Пытался подвернуться сейчас. Все-таки вот визуально понятно становится, что о борьбе в партере, в общем, довольно много знает Арфаэль Ксавьер. У бразильцев, как правило, по-другому и не бывает. Чаще всего это так. И снизу как раз любят работать бразильцы. Для них это и атакующая позиция, и контратакующая может быть. Бразильская джиу-джитсу этому учат. Ну вот здорово контролирует сейчас Умар левую ногу своего бразильского соперника. Чем значительно затрудняет для него работу в партере. Уже не раз предпринимал попытки бразильца ногу вытащить. Да, все-таки удалось ему. Да, и закрывает гард на время, потому что он, конечно, будет максимально активно себя вести, работая снизу. Поэтому он его будет раскрывать достаточно часто. И при этом Янковский до этого эпизода пытался пройти в сайт-контроль для более выгодной позиции, чтобы, возможно, было осуществлять более результативные атаки. Но это не дал ему сделать как раз Рафаэль Ксавьер. Да, все видит. И нужно быть очень внимательным Умару, потому что постепенно мы видим, к треугольнику пытается все дело подвести бразильский боец. Есть долговязые длинные рычаги и, судя по всему, очень пластичные и гибкие. Вот в этом, я думаю, главная опасность скроется для Умара Янковского, потому что бразильцы, ну, из, казалось бы, невозможного могут взять и набросить треугольник, и ты сам просто уже не понимаешь, каким образом в нем оказываешься. Да, в том числе, вы правы, согласен с этой мыслью. И при этом еще, конечно, активность этих, работая снизу, конечно, еще позволяет быстрее столкнуть ногами своего соперника, но и сейчас отчасти это происходило, и рефери поднимает стойку как раз двух бойцов. Вот здесь зацеп хороший от Умара Янковского. Попытался он схватить ногу как раз, которую миддлкиком следовало ему по туловищу от бразильца, но и в последующем так быстро отзащался. Рафаэль Ксавье не дал себя бросить, и опять два бойца оказываются у сетки. Ну и Умара в атакующей позиции, а здесь как раз высокий Ксавье будет иметь преимущество в работе клинчей и коленей, те самые Ксавье. Продолжение следует... Продолжение следует... Так как он еще достаточно нелегко дышит, Умара Янковский, за минуту, знаете, невеликолепно прям восстановлен он, при этом сейчас пропускает удар одноименный, правый миддл, такой ложный был и вдогонку с правой руки от бразильца. В левшу становится Ксавье. Ну и нет работы у бразильца, и нужно, конечно, этим пользоваться. Вот Умару нужно действительно растянуть бразильца, растянуть на ногах, раздернуть и уже выйти на хорошую ударную атаку. Ну, бразильца на самом деле не так-то и просто. Стоит и ждет банально, да, не ведется на финты. Вот это, наверное, самое сложное для Умара, потому что пытается он подобрать дистанцию нужную. Да, но еще Александру все-таки таких серьезных, зримых финтов не было с стороны Умара. Умар как раз вот подходит плотно на ногах, хочет ударить жестко. Вот сейчас ему, по-моему, отчасти это удалось. В разрез он успел выбросить левую руку, зацепил ему бразильца, но при этом никаких ложных действий и каких-то других манипуляций боец этот из Казахстана не проводит. Он хочет тот, чем плотно попасть. Ну, а как мы знаем, в 99% случаев, если ты хочешь плотно попасть, то никогда плотно ты не попадешь. Чаще всего это так. Нужно, конечно, заготовить плотный удар. Либо прям действительно есть бойцы, конечно, прямолинейного склада, которые только и могут бить жестко и плотно, и они ничего не заготавливают. Это не просто там в образе танка они проводят каждый свой поединок. Они все всегда бьют очень жестко, но при этом также могут жестко пропускать. Есть такое правило из ударных видов единоборств. А вот здесь колено очередное и в корпус, и в голову. Клинче ни в коем случае Умару Янковскому нельзя находиться в этом бою. Это абсолютно точно. Еще по первому раунду это было видно невооруженным взглядом. И только на дистанции работать, и через дистанцию проход, и бросок. Вот по туловищу слева руки сейчас отправляет один удар. Значит, как раз очень правильно. Левша должен закручивать и бить по печени, по сердцу и по солнечному сплетению. Должен бить по животу очень много. Но вот первый удар только за полтора раунда от Умара Янковского мы видим. Вот такой любитель еще подразнить бразилец. Вот видели, сейчас он делал такие манящие движения. Ну давай, покажи, чего ты стоишь. Да, клинч вообще не нужен на Умару, а вот здесь вот его работа. Через короткий как раз захват через корпус он осуществляет тейкдаун. И бразилец спокойно выходит. Партер находится опять снизу в боковом контроле как раз. Сейчас Умар Янковский, и нужно здесь развивать успех Умару. Пытается бразилец прихватить руку. Очень спокоен. Рафаэль Ксавьер. Вот как будто это часть плана. Лежать внизу и вот что-то такое там придумывать уже. В режиме, ну не контр-панчера, да, а контр-борца, скажем так. Никакой паники от Ксавьера. И здорово, как сбросил он своего соперника. И будет дорабатывать, конечно, здесь у клетки. Очень опасные удары и колени, и локти влетают. И, конечно, Умару нужно особое внимание здесь этому уделять. Великолепно обучен, кстати, Ксавьер работы по школе тайского бокса, использование локтей. Действительно, правильное и тактически верное использование своего роста. Хороший классный клиничек колени сразу же следует у как раз этого бойца из Бразилии, Рафаэла Ксавьер. Но и при этом Умару Янковскому, я думаю, что, опять же, не стоит вот таким образом проводить поединок только за счет, конечно, своих знаний. И вот бросковой составляющей, которую в очередной раз так опять через короткий зацеп он осуществляет, тейкдаун. И вот здесь нужно уже развить этот контроль, по крайней мере, закончить этот раунд в положении доминирующей позиции. Пытался развернуться к Савьер, но не позволил ему это сделать Умар Янковский. Контроль сверху осуществляет казахстанский боец. Но очень все на тонкого пока в этом бою. Смотрите, как уверен в себе, даже самоуверен бразилец. Улыбается. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Уже осуществление броска. И там уже работа сверху, либо с бокового контроля. Ну, а бразилец спокойно себя дает, работая снизу в партере. Посмотрите, какая стойка как раз у Бразилица с дистанции. Не наносит даже ударов. Это происходит, по большому счету, все три раунда. И он очень неуклюж, нет уверенности в своей собственной лице. Ну, и вот сейчас Умар ответил очень жестко по корпусу с одним ударом с левой руки. Это провокатор, да? Ксавьер чуть-чуть потанцевал, подразнил. Пытается выдернуть на себя Янковского, но Умар спокоен. Не поддается на эти фокусы. Ну, и необходимо отметить, что вот в такой, знаете, пассивной форме бразильцу не так много шансов у него одержать победу в этом бою. Потому что его тактическая такая составляющая в этом поединке, это, конечно, пассив, полный и явный второй номер. Вот он идет сейчас первый раз в атаку. И очень тоже неподготовлено, как-то хаотично. С неударом, а даже выпадом какой-то передней рукой. Это даже не джеббал, а что-то совсем непонятное. Для того, чтобы опять включиться в клинч тайский. И здесь уже увеличить свой более положительный показатель в результативности. Потому что здесь мы уже отмечали не раз по ходу сегодняшнего поединка. Бразилец сильнее, чем казахский боец. Но вот как раз сейчас Умар может опять же воспользоваться вот этим клинчем и попытаться через зацеп осуществить бросок. По крайней мере, есть у него эта задача, он этот план имеет. Сейчас через одну ногу пытается осуществить бросок Умар Янковский. Ну, опять же, габаритный парень этот Рафаэль Савьер. И очень физически сильный. На этот раз сумел защищаться от перевода в портер. Судя по всему, до головы все-таки не дошло. Вот куда там с целью бывает. В грудь и попал по корпусу. Смотрите, два жестких удара. И с ножниц такой, они еще один удары. Пять ударов подряд. Но Умар гнет свою линию. Прижал бразильца к сетке. И будет снова пробовать переводить его вниз. В тем временем Савьер очередное колено выпускает. Да, вот это, конечно, такой аспект, над которым Умару еще предстоит серьезно поработать. Да, но он сам себя, знаете, делает еще ниже. Он постоянно подгиняется. Такой у него грехеримский стиль клинча. А этого, конечно, для ММА недостаточно. Ну и ростом. Как только он будет уступать своему сопернику, здесь будут у него проблемы. Если тот обладает знаниями тайского клинча и работая как раз в этой специфике. Потому что это действительно такая специальная работа. Кто хоть немного этим увлекался, тот знает, что переводку можно в тайском клинче проводить по часу, по полтора. Для того, чтобы всеми навыками овладеть. Ну и это нужно делать достаточно системно в течение нескольких лет. Просит Лукас посадки от бойцов поактивнее работать. Естественно, я, кстати, имел в виду, что это не суперталант. Суперталанты за полгода осваивают такие вещи. Но это очень редко бывает. Кстати, Локк, когда это очень тяжелый, пропустил один сначала, а потом второй повторник. Но первый был очень жесткий. Показал, что подогнулись ноги даже у Мара Янковского. Но бразилец, вот насколько здорово он запускает эти удары. Но вот тем не менее мы видим, что недостатки определенные также. Присутствуют в его технике. Можут им развить успех. Посмотрите, что происходит сейчас. Бразилец переламывает ход поединка. И теки раунд вы, ого, красиво. Невероятно. Сейчас замыслил. Атаку, знаете, у Мара выживает. Выживает сейчас в этом третьем раунде. Транцовский просто настигает его в Савье для того, чтобы нокаутировать. Либо попасть очень жестко и плотно. С локтя, либо с колена. Это его, конечно, излюбленные технические действия. Посмотрите, удар не бьет с рук здесь. Да, практически нет ударов кулаками. Только на локте и колене заряжен бразилец на протяжении Ковы и Ковы. И еще раз колен через клинч. Но здесь разносит он Куха-Брах в третьем раунде у Мара Янковской. И у Мара, посмотрите, падает. Падает на канвас после сразу услышанной сирены. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И с разрывом в один ау. В большинстве судейских записок Савьер одерживает победу. Савьер одерживает победу.